Всем привет! Давайте коротко рассмотрим в этом видео актуальные способы вывода денег через инкрузис на июнь, июль, в общем на лето 21 года. Если вы новичок, если вы еще не открывали кошелек, если вы еще не делали никакую карту, то вам надо для начала пройти аутентификацию, то есть отправить на подтверждение свою личность, что вы не вымышленный человек, загрузить паспорт, загрузить прописку по двум способом. Либо через Pioneer, используя браузер Tor, ссылка прикреплена к этому видео, как это делается, какой браузер скачивается, либо через iPod, точно то же самое, проходите регистрацию, загружаете паспорт, загружаете свою прописку, либо загранпаспорт и любой счет с указанием вашего адреса, ссылка тоже прикреплена, как пройти аутентификацию, поэтому на этом не будем останавливаться. Итак, дальше, после того, как вы загрузили свои паспортные данные, прописку, буквально 4-5 рабочих дней, и вы проходите проверку, и вам разрешено уже открыть любой из этих кошельков. Начнем по порядку. До недавнего времени мы использовали PayQuicker. Очень было удобно, очень было удобно выводить на Тинков, но с мая месяца вывод на Тинков ограничили. Ну, возможно, это временно, возможно, из-за слишком больших сумм резких, потому что массово стали через PayQuicker выводить. Но PayQuicker мы можем пользоваться, опять же, смотрите, ссылочка, как открыть карту PayQuicker виртуальную, прикреплена к этому видео. Посмотрите в сообщении. Так вот, если сумма у вас небольшая, то не парьтесь, просто откройте по инструкции PayQuicker виртуальную карту. По этой виртуальной карте есть несколько способов. Либо вы ее привязываете к своему телефону и точно так же просто расплачиваетесь в магазине с этой карты. Либо вы можете совершать платеж, оплату того же самого счета Incruzis своим партнером, своим туристом в вашей команде. Ну, понимаете, да? То есть, они перечисляют вам вживую деньги, на любую там Сбербанк, Тинков, неважно, вживую отдают, а вы оплачиваете с PayQuicker с виртуальной карты. Все это работает, проверено. Дальше. Второй способ. Гипервалет. Гипервалет. Ничем особо не отличается от PayQuicker, поэтому та же самая схема открытия этой карты. Точно так же можно открыть виртуальную карту, можно физическую карту открыть. С Гипервалет вы можете переводить на Тинков. Как переводить на Тинков, еще раз говорю, все, ссылочки по открытию PayQuicker, по переводу на Тинков, ссылочка по использованию, как привязать виртуальную карту к телефону и оплачивать с него, все есть в описании. Гипервалет открываем по такому же принципу, как и PayQuicker. Точно так же выводим на Тинков, можем оплачивать счета. Дальше. Айпаут. Айпаут. Лично я еще не пользовался, но в моей команде этим уже пользовались. После того, как вы прошли автоаудентификацию, вы можете открыть e-валет, кошелек. Прикрепить туда свой счет. Тоже пошагово ничего сложного нет. Пошагово действуем. Если будут вопросы, пишите комментарии. Я в каждом отвечаю, ни одного неотвеченного комментария нет. Но тут надо будет ждать несколько дней сам перевод. Очень удобно, конечно, PayPioner. Но стараемся от него отойти. Но в связи с тем, что PayQuicker пока заблокировал перевод на Тинков, очень удобный. Все-таки пользуемся либо HyperWallet, либо PayPioner. PayPioner пользуемся по той же схеме. То, что сказал в самом начале. По ссылочке переходим. Смотрим видео. Скачиваем браузер Tor. Также привязываем... То есть через этот браузер спокойно PayPioner открывается. Ничего не блокируется. В России, напомню, PayPioner заблокирован. Сайт невозможно открыть. Так вот. То же самое через Tor мы загружаем. То же самое через Tor привязываем банковский счет. Проходим проверку. И уже моментально, если, допустим, сегодня я нажал перевод, то завтра эти деньги уже будут у меня на карте. На моем банковском счету. HyperWallet тоже самое. Очень быстро. Поэтому выбирайте способ. Все они абсолютно актуальны. Но я рекомендую все-таки HyperWallet. Если суммы какие-то большие. Если суммы небольшие, не парьтесь. Просто откройте PayPioner, виртуальную карту. И распачивайтесь ей в магазине. Вы все равно также будете тратить в магазине, покупать продукты, еще что-то. С таким же успехом просто отпачивайтесь с телефона. И у вас не будет никаких проблем. Все. Если у вас возникли вопросы, пишите. Все обещанные ссылки прикрепляю к этому видео в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok